Привет, мужик, на связи Шамшурин. Прежде чем ты будешь продолжать смотреть это видео, у меня есть для тебя охренительная новость. Если ты давно хотел попасть на мой тренинг, но у тебя по каким-то причинам это не получалось, то слушай внимательно. 14 августа состоится тренинг, онлайн-тренинг «Легкие знакомства, как привычка». В чем фишка? Фишка в том, что он стоит всего 5000 рублей вместо 15. Плюс к нему еще идет дополнительный бонус. Если тебе надоело пускать слюни, глядя на девушек, смотреть им вслед, если ты смотришь на мой канал, на мои видео и хочешь научиться так же, то для тебя это отличный шанс. Все подробности и записаться, ссылка под видео. Увидимся. Поехали дальше. Офигеть, ну сейчас так модно, говорят, да, рисовать? У тебя вообще-то только нос торчит такой, знаешь, прикольный, остренький, из-под очков. Не, я иногда только, когда вот это вижу, девушек интересно. Подходишь? Да я вообще не подхожу, я просто сейчас укололся кефиром в пятку, то есть для храбрости. Напился там, не знаю, что еще сделал, накурился и квап. А можете снять очки на минутку? Просто буквально пару минут пообщаемся. Я привык людям в глаза смотреть. Снимай, говорит, кто первый. Да серьезно, это вас ни к чему не обязывает. Ну и зачем? Ну что за геморрой, я же объясняю. Ну проще общаться с человеком, когда ты можешь ай-контакт какой-то установить. Я за это прекрасно не вижу ваших. Ну я не вижу, ну я так не могу, это же просьба все-таки. Ну зачем? Ты же воспитанная девушка. Офигеть! Кэш лучше, только ты с ними. А ты нет, да, у тебя броми на этом нарисованы, поэтому ты не будешь снимать. Не, ну а почему ты не снимаешь? Юля. А как тебя зовут, кстати? Юля. У меня, кстати, почти как тебя. У меня Вова зовут. Юлечка. Юлечка с добрыми, кстати, такими офигительно светло-зелено-голубыми глазами. Да, мне нравятся твои глаза. А тебя как зовут? Меня. Ты более закрытый, поэтому я начал общаться с ней. Ксюшечка, да? Воу. Очень приятно. Ксюшечка такие тонкие и мягкие. Руки, они как веревочки в руках-тофе. Как ваши дела, помещенки? Да ничего. Нормально. У тебя вот нога зашевелилась сразу, кстати, как я подошел. Да? Да. Но говорят, что это признак заинтересованности. Заинтересованности? Да. А вам? Ты молодо выглядишь достаточно. Ну, я просто одеваюсь как раздолбай обычно. Мне 27. Сколько? 28. Офигеть. А тебе? Чисто меньше. 27,9 десятых, да? Или сколько-нибудь? 27. А вы вообще откуда-то приехали, да? Да. Нет. Откуда же вы к нам? В наши края? Офигеть, Владико. А что-то акцент практически незаметный. Слушай, такое реакция. Странно. Мне сказали сразу, знаешь, что у меня акцент. Нет, но я вот как бы все акценты прям вот очень четко замечаю. То есть, ну вот я говорю, не очень заметный акцент. То есть, вы долго, вы перед тем, как ехать в Москву, есть говорили «Москва!» Тренировались. Ну, я когда-то приехал из Самары. Пару лет уже здесь живу. А вы к нам жить или что? Юля в гости. Я живу. Юля, а надолго ли ты в гости? Успеем ли мы пожениться с тобой за это время? И развестись у меня. Не, развестись не надо. И развестись до успеха. Я не знаю. Я в пятницу не попаю уже. Ну, то есть, в принципе, пожениться успеем. Не шанс, да. Офигеть. Не, ну хотя бы сходить попить чаю, я думаю, можно же, ты че. Ага. До пятницы еще столько времени. Ну, не знаю, вторник, среда там. Я, конечно, понимаю, что это утопия, да? Там ты уедешь, да, и я буду плакать, там, ааа, Юля уехала. Я тебе очень верю, что ты будешь плакать. Не, ну или ты будешь, ты тоже будешь, кстати, плакать. Да, однозначно. Вот, и прикол в том, что, ну, как бы, а почему нет? Знаешь, надо получать удовольствие, вот, не от каких-то целей, да, обычно же парни там для секса приглашают, да. Я, как бы, все равно тебе не дам, поэтому... Переживаю тебе, поэтому... Волосы все порвало. Нет, смотри, и, как бы, прикол в том, что, как бы, ну, можно же просто, допустим, блять, без всякого секса, да, посидеть там, пообщаться, чай попить. Иногда бывает, а вдруг мне потом приспичит, я к тебе во Владик приеду, скажу. Надо я... Я к тебе это увидел. С чемоданами пришел, с таким большим. Ну, а вообще интересные, да, девушки? Конечно. Ну, ты вообще как-то вот закрытая какая-то все сидишь. Ну, я тебе не знаю. Очки, ну, что у тебя, ты вчера тусил всю ночь, я тоже бухал вчера, ну, как бухал, коктейль один выпил в клубе. Мы не один выпил. Не, ну, вот, кстати, Юлечка, она это, нормально выглядит. Не, ну, штат, ну, слижет. День прошел после этого, он нормальный. А, то есть ты день спала, да? Я сегодня день спала. В алкогольный клубе. Нет, причем, я все углала бы кал, коктейль выпила. Офигеть. Мне уже хорошо. Слушайте, ну, очень необычные девушки вообще, в принципе. Необычные. Да. Причем наши девушки. Ну, у вас есть такие черты, которые, вот, причем обеих, которые не особо нравятся парням, то есть они их как бы отпугивают. То есть не то, что они мне приятно, но их они пугают, эти черты. А мне вот они нравятся, прямо смотрю, думаю, блин, клево, что эти черты есть. Ну, долго рассказывают, что вы. Мы никуда не тороплюсь. Ну, я тороплюсь. А я смотрю, две девушки сидят, думаю, надо подойти пообщаться. Может, телефончиком? Слушай, да я уже все решил, конечно, обменяемся. Смотри, я тебе, Юлечка, расскажу все при встрече. Ну, а ты передашь Ксюшечке. Ну, а что так вот, и потом им по телефону расскажешь. Про черты. Слушайте, а ты вцепилась в пакет, что у тебя там, еда? Колокольчики. А можно посмотреть? Просто что берут иноземцы в Москве? Один из зимы. Сколько нет и машут? А это ты потом повесишь на кухне, когда будешь... Нет, просто у меня коллекционируют. Мама кайфкает. Слушай, ну ты молодец, заботишься о маме. Я иногда тоже так делаю. Ну, офигеть. То есть я, конечно, учусь колокольчиком. Да, слушайте, Юлечка, вот очень важный момент. Ксюшечка, сейчас мы к тебе вернемся. Вот мне нужно, чтобы ты просто буквально на секундочку встала. Ну, это важно, правда. Что за эксперимент? Это не эксперимент, то есть твоя попа... Слушай, она не снимает с крутой камерой. Нет, нас тут не снимает. Она нас вон там снимает. Или вон там, но не тут. Нет, серьезно, Юлечка, это очень важно, потому что мы сейчас будем прощаться с тобой. И я запишу твой телефон и пойду. Нет, давай с маме, ладно, сначала запишем. Тебе когда удобно позвонить? Отлично, в 4 утра с понедельника на вторник. Я буду звонить и дышать так. Пиши, Юлечка. Сюшечка, вот если бы ты сняла очки, наше общение бы с тобой как-то вот лучше бы пошло. Можно я так немножко приспущу? А можешь что-нибудь еще приспустить? Только очки, да? Сейчас я, чтобы ты понимала, что это я. Меня Вова зовут еще раз. Ну вы какие-то такие, вы вот как я сегодня, вы такие сонные, знаешь, вот как вот бывает, когда ночь тусишь, и потом сидишь такой. Какие-то вот такие расслабленные. Подожди, а звонит, что ли, нет? Что-то у меня какие-то странные короткие гудки. Что-то странная фигня какая-то. То есть это точно твой телефон? Мэру к этому Владику позвоню. Какая-то херня, не знаю, набери ты меня, пожалуйста. У тебя еще сумочка с пупыршечками, с такими. Это Сваровский. Юлечка, ну я верю, что ты вообще как бы такая общительная, живая. Только сегодня ты вареная. Вареная? Да. Что-то лучше на иностранном языке, что-то говоря. На космическом, такое бывает, кстати, да. Там, знаешь, R2-D2 робот такой был, вот он. В Звездных войнах такой, как пылесос. Или вы не смотрели это еще? Нет. Ну вы еще мелкие для этого. Мы еще не смотрели. Мы еще не созрели. Ты еще раз набираешь, что ли? Нет. Ну подожди, но дозвона не было. То есть что-то фигня какая-то. Может, вас как-то не состыковывается. У тебя ждем не было. Слушай, да, может не судьба, вот как девушки любят говорить. Верно. Ну бери меня еще раз. У тебя какой-то крокодиловый блестящий чехол с телефона. Гайда херня, кстати, не поверишь. Да, а у меня это самое... Ну, в общем, я тебе просто позже позвонил. У меня бывает какой-то глюкс с телефоном. Все, давайте я с вами распрощаюсь. Нужно обязательно, чтобы вы встали. Вот буквально секунду. Никто ваше место сейчас, никто не подбежит, не сядет. Ну, цель какая-то. Ну, цель попрощаться, это важно. То есть поверь, иногда нужно делать какие-то вещи бесцельно. То есть потому что вот так нужно. Смотри, точки снимай. Нет, серьезно, сейчас, я тебе помогу, Елечка. Ты на самом деле побежал. Офигеть. Офигеть, какие у тебя шорты. Ух ты, блин, у тебя больше всего. Все, шорты, шорты. Слышно, прикольные, да, мне нравятся. Это из тюля сделано, да? Ну, да, вчера только шли. На тюля это со шторки. Не, ну, мне вот, особенно, как они с попной стороны. Сейчас, подождите. Офигеть, вообще, я так люблю такие шорты. Дети мои, вам обалденного вечера дня не знаю. То есть, если даже мы не увидимся, ну, мало ли, я замуж выйду. Ты замуж выйдешь? Ну, да, почему нет. Замуж? Ну, да. Что подумал? Замуж. Живюсь, не знаю. Вот, вам в любом случае всего офигенного. Пусть у вас все будет классно. Ну, я тебе попробую позвонить там на неделе, если время будет, и ослоимся. Нос, кстати. Нос, кстати. Нет, безопасно. Да, это очень классно, тебе понравилось. Офигеть. Сейчас все, прощаемся. Ставь. Меня тоже могут, так, или с тобой. Так, если не надо, боже. Ну, ладно, девчонки, вам прям всего офигенного. У меня волосы твои прям не хотят от меня отлипать. Чао. Да, еще раз. Я у тебя в следующий раз поносить возьму. Хорошо. На свадьбу. На свадьбу. Пока, счастливо. Субтитры сделал DimaTorzok